Здравствуйте, друзья! Сегодня выходной в общественных местах, много туристов и местных жителей. Мы сегодня с вами останемся дома и приготовим настоящую мужскую пиццу в спартанских условиях, так как у нас здесь нет ни тестомески, ни более каких-то вещей, которые помогают в приготовке пиццы. Сегодня мы с оператором поменялись местами, я буду за оператора, а он за шеф-повара. Ну что, приступим! Итак, прибыли мы на кухню, начнем подготовку инвентаря для замеса теста. Кастрюля для замеса теста, для настаивания теста, мука, гималайская соль, 6 кубиков турецкого сахара, 2 пачки дрожжей, сладкий и вода. Ну что, приступаем к замесу теста. Итак, наливаем полтора стакана воды. Стакан у нас произвольный из Старбакса. Когда-то брали, он оказался нам пригоден в хозяйстве. Итак, далее мы кладем 2 ложечки гималайской соли. 6 кубиков турецкого сахара. И все это растворяем в теплой воде. Итак, соль и сахар практически растворились. Теперь добавляем дрожжи. Итак, дрожжи мы добавили, смешали. С блендером это было, конечно же, поудобнее, но у нас условия спартанские, поэтому обошлись вилкой. Далее мы добавляем оливковое масло. На глазок. И его вмешиваем. Итак, оливковое масло мы подмешали и начинаем добавлять муку. Сахар и соль мы добавляли в теплую воду для того, чтобы дрожжи активно действовали. Мешаем и добавляем муку по мере необходимости. И так, наше тесто уже практически готово к замесу. Вот такой консистенции оно получилось. Сейчас нам нужно высыпать муки на стол. И смазать руки оливковым маслом для того, чтобы тесто не так сильно прилипало. И начинаем замес теста. Мало поплава, тесто приобретает необходимую нам консистенцию для пиццы. Итак, тесто готово. Не обошлось без интересных случаев. У нас кончилась мука, не хватило буквально полторы ложки. Теперь мы добавляем муку в кастрюлю, в которой будет настаиваться наше тесто. И добавляем тесто туда. Закрываем крышкой и оставляем настаиваться примерно на 1 час. Итак, стол мы прибрали. Теперь нужно подготовить все, что нам нужно для приготовления начинки. А именно, разделочная доска. Нож. Тарелка шампинера. И приступаем к нарезке шампиньона. Итак, мы порезали шампиньоны. Добавили подсолнечного масла на сковородку. Ну, теперь нам осталось обжарить шампиньоны с двух сторон. Слегка посаливаем и обжариваем с двух сторон до готовности. Итак, спустя некоторое время шампиньоны готовы. Они обжарились. Теперь приступаем к нарезке остальных продуктов для пиццы. Кстати говоря, тесто уже вон как поднялось. Оно же выдавливает крышку. Ох, вот, маналка. Итак, сейчас мы порежем колбасу. Колбаса у нас куриная. И приступаем к нарезке. Так, колбасу порезали. Сейчас будем приступать к нарезке лука. Лук порезали кольцами. Теперь мы его убираем и подготавливаем следующий ингредиент. А именно, натираем на тёпкой сыре. Вот такая вот горка получилась. Стоит отметить, что сыр в Турции хорошего качества. Нам очень нравится. Пока мы возились начинки, у нас уже поднялось тесто. Теперь мы рассыпаем муку по столу и достаем тесто. А также не забываем смазать руки маслом. Муку поднимаем. Нарез. Да, не болезненно. Не забывай, не забывай. Муку. Ну а теперь вымешиваем тесто еще раз Итак, тесто мы замесили Вот такой вот большенький кулич у нас вышел Он у нас идет на две пиццы Дальше мы его поделим и раскатаем Итак, ну а теперь мы достаем поднос Кладем на него бумагу для выпечки Она здесь продается сразу с цельными кусками Смазываем бумагу оливковым маслом Оливковое масло мы это купили на рынке у местных людей Оно получается домашнего отжима И теперь делим тесто пополам Так как подноса у нас два и пицца будет тоже две Так, первый кусок готов Теперь раскатываем тесто по форме подноса И укладываем его в поднос Так, теперь тесто мы убираем в наш противень И уже раскатываем его здесь по форме противня Итак, вот так у нас вышло Мы раскатали тесто по форме противня И теперь смазываем его кетчупом Мы распределили кетчуп по всей площади теста тонким слоем Теперь мы выкладываем нашу колбасу После того, как выложили колбасу Мы приступаем к выкладке шампиньонов На этих этапах пицца уже приобретает свой вид Далее И посыпаем уже полугодовую пиццу луком Как и подобает пицце, лук у нас будет кольцами Чтобы все выглядело красиво и аппетитно Далее мы посыпаем пиццу сыром Это уже практически один из заключительных этапов И всю эту получившуюся консистенцию Мы слегка поливаем кетчупом Чтобы пицца вышла сочной и не засована Теперь мы ставим разогреваться духовку на 200 градусов А пока она разогревается Мы разомнем второй поднос И сделаем вторую пиццу Вот такая вот у нас пицца вышла Сейчас мы ее отправим в духовку на 9 минут При этом через 5 минут мы поменяем их местами Используем Используем Медленный пицца В основном Поджигаем Используем ждем 9 минут и будем смотреть результат итак прошло ровно 9 минут пора посмотреть что у нас вышло отличный результат на мой взгляд вышел пицца выглядит просто шикарно сейчас мы и дадим немного остынуть выключаем духовку и будем пробовать уже не втерпешь попробовать пиццу так что мы сейчас порежем и попробуем и пойдем пробовать итак друзья оценим нашу пиццу тесто очень мягкой начинки хватает ну что пробуем итак кто кушает тому приятного аппетита пицца получилась мягкая сочная без корочки так что я думаю она подойдет всем людям кто захочет ее приготовить вот так и прошел наш выходной день в турции мы приготовили пиццу спартанских условиях если вам понравилось это видео не забывайте ставить лайки подписываться на наш канал до новых встреч друзья